После выхода на экраны очередной киноновинки, на туманно-ночном небосклоне российского кинематографа зажигаются новые звезды. Не сказать, что шибко талантливые, но все они говорят. Новостями их частной жизни полны новостные ленты, их регулярно пиарят в СМИ. И обсуждаются далеко не таланты сыгранные роли, а превратности актерской судьбы. Ведь порой, чтобы стать звездой экрана, даже профессионального актерского образования получать не нужно. В этом видео давайте вместе посмотрим, как нынче рождаются звезды. И знать не знал бы российский кинозритель, кто такая Паулина Андреева, не станя на невесты Федора Бондарчука. Заручившись пылким вниманием режиссера Паулина, стремительно взлетела на вершину Олимпа шоу-бизнеса. И теперь ее имя у всех на устах. Некогда известная лишь в узких театральных кругах, актриса подмостка в МХАТ имени Чехова заявила о себе, появившись в оттепеле Валерия Тодоровского. И хоть актриса сыграла в проекте эпизодическую роль, зато как страстно запоминающая. Кроме того, актриса, никогда ранее не певшая, записала за главный саундтрек сериалу. После оттепели Паулина Андреева появилась в Григории Эйр, в Методе и Саранче. На телевизионных экранах молодая актриса с короткой фильмографией всегда была в окружении именитых артистов. Играла на пару с Константином Хабенским или Евгением Цыгановым, снималась в компании с Владимиром Машковым, Андреем Смоляковым и Инги Боргой Добкунайте. А светская молва приписывает актрисе по меньшей мере пять романов со знаменитостями. Тут и связь с секс-символом российского киноэкрана Владимиром Машковым и подозрительно близкие отношения с Константином Хабенским и запретная любовь-морковь с женатым красавцем из сериала «Кухня». Плюс эротический опыт с Петром Федоровым и наделавшая много шума постельная сцена с Евгением Цыгановым. Но заговорили о Паулене Андреевой после того, как в июне прошлого года она впервые вышла в свет с Федором Бондарчуком на церемонии закрытия кинотавра. Молодую актрису, закрутившую роман с режиссером почти вдвое старше себя, не обсуждал только ленивый. Конечно, говорят не о ее киноработах, а, например, о брючном костюме надетом на голое тело. Без нее не обходится ни один громкий российский блокбастер, а за личной жизнью следит вся страна. Ведь дело идет к свадьбе, а недавно объявленная беременность Паулины должна максимально гарантировать наступление этого события. Впрочем, нет никакой гарантии, что даже если свадьба состоится, семья станет главным делом для молодой амбициозной петербурженки. Ведь сама Паулина не раз говорила, что дети и семья для нее не самоцель. А вот творческие планы у актрисы весьма серьезные. Недавно она обмолвилась, что ей очень бы хотелось, если не поработать, то хотя бы поприсутствовать на съемочной площадке Вуди Аллена и Ларса фон Триера. А это, как вы понимаете, совсем другой уровень. И если за очень красивой свадьбой последует не менее громкий развод, это будет выглядеть логично. А 25-летнюю Ирину Старшенбаум мы знаем по фильму «Притяжение». Отсутствие профессионального актерского образования совершенно не мешает ей стремительно делать карьеру. С легкой руки Федора Бондарчука, который дал ей главную роль в своем мощно разрекламированном блокбастере, Ирина стала невероятно востребованной в отечественной киноиндустрии. Актриса получила премию «Аванс» на минувшем Московском международном кинофестивале и главные роли в фильмах «Черная вода» и «Т-34». В последнем она играет в тандеме со своим возлюбленным Александром Петровым, отношения с которым завязались на съемках того же «Притяжения», где Ирина исполнила главную женскую роль – старшеклассницу из Чертанова с непростым папой из МВД. Это в нее влюбляются сосед-гопник и инопланетянин неземной красоты. На экране она выбрала инопланетянина, а вот в реальной жизни предпочла его соперника, точнее исполнителя этой роли. К слову, ради партнерши по притяжению, Александр Петров бросил свою девушку, с которой встречался долгое время. В «Черной воде», которая была в прокате с 13 июля 2017 года, Ирина Старшенбаум снова сыграла одну из сторон любовного треугольника. Ее героиня нравится сразу двум братьям. Как видно, с этой красоткой нужно поаккуратней. Настоящая роковая женщина. 23-летняя Аглая Тарасова известна как бывшая девушка Ильи Глинникова и нынешняя Мила Шабиковича. Трудно представить, чтобы кому-то приставка «Экс» пошла на пользу, но с Аглой Тарасовой случилось именно так. Как только Илья Глинников в пятом сезоне шоу «Холостяк» рассказал на всю страну, что пытался покончить с собой из-за предательства бывшей возлюбленной, вся страна стала интересоваться ею. Одновременно с этим выяснилось, что Аглая Тарасова стала новой девушкой сербского сердцееда Милоша Биковича, который делает стремительную карьеру в российском кинематографе. Милош Бикович и Аглая Тарасова познакомились на съемках «Фильмолет», который станет первым полным метром в карьере дочери Ксении Рапопорт. Но как Аглая попала на экран? Ведь хотела стать политологом и учила иностранные языки. Видимо, мамин пример взял верх, а красавцы-покровители вывели в свет. Александра Бортич. Эта хрупкая голубоглазая блондинка из Гомеля перебралась в Москву совсем в юном возрасте. В театральный институт ее не взяли, но Саша не сдавалась. Ходила на все кастинги, куда приглашали. В итоге она дебютировала в фильме «Как меня зовут?», сыграв с Константином Лавроненко. Потом снялась с Евгением Цыгановым в ленте про любовь и, наконец, с Данилой Козловским и Милошем Биковичем в сиквеле «Тухлеса». Но роль Рогнеды в «Викинге» стала прорывом для Саши Бортич. После выхода на большие экраны о молодой актрисе узнали и заговорили все. Правда, успех в карьере спровоцировал крах в личной жизни. Возлюбленный Саши Бортич не смог смириться с тем, что у нее были откровенные сцены в фильме. В январе этого года влюбленные расстались, а в марте стало известно о новом возлюбленном актрисе. Наверное, такова главная идея актерской судьбы – любить того, с кем в данный момент по пути. Но чтобы оставаться на плаву, актриса идет на немалые жертвы. Так, для съемок в комедии Александра Нужного «Я худею» 22-летний Александре Бортич пришлось поставить над собой эксперимент под названием «Я толстею». Чтобы сыграть недовольную своей внешностью пышечку Аню, восходящей из леде российского кинематографа, пришлось поправиться на целых 20 килограммов. Для отведения подозрений зрителей в использовании накладок и грима, она разместила в Instagram целых два видео в качестве подтверждения своего превращения из стройного лебедя в гладкого утенка. Таисия Вилкова. 20-летняя дочь актера театра и кино Александра Вилкова и актрисы и продюсера Дарьи Гончаровой дебютировала в кино, когда ей было 7 лет. Она сыграла в сериале «Звезда эпохи» Юрия Кары легендарную актрису Валентину Серову в детстве. Таисия окончила школу экстерном и поступила в 2013 году в школу-студию МХАТ на курс Евгения Писарева. Как утверждает отец артистки, Таисия всего в актерской карьере добилась сама, благодаря собственному таланту. И родители актеры тут совсем ни при чем. Уже к 18 годам юная актриса имела внушительную фильмографию. Вилкова снялась в сериалах «Кулагины партнеры», «Папинкин сынок», «Фотограф», «Девчонки», «Григорий Р.» и других, а также в полнометражных фильмах «Вы крутасы», «О чем молчат девушки» и «Чемпионы». А буквально на днях вышла целая франшиза о «Гоголе», один из самых ожидаемых отечественных проектов, в котором у Таисии главная женская роль. Здесь ее партнерами по съемочной площадке стали Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин и Артем Ткаченко. Но откуда такой послужной список у столь юной леди? Талант? Везение? Именитые покровители? История пока умалчивает. Конечно, трудно поспорить с тем фактом, что путь звезды весьма толок и сложен, будь то кинематограф или шоу-бизнес. Иногда этот путь стремителен и ярок, а порой почти незаметен, а бывает, что фальшив и сомнителен. Иногда непонятно, настоящая звезда перед нами, или это лишь отблеск стоящих за ней ярких покровителей. Субтитры подогнал «Симон»!